Девушки отдыхают 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 как слышно проверка проверка раз-два-три есть слышу тебя теперь можешь врубать камеру картинка есть запускаю проверку отлично сигнал четкий и стабильный все вылезай приехали дальше лифты пока не ходят на крышу так они меня захотели вдруг значит как-то закинуть сверху может быть какой-то или может быть рядом стоящее здание видимо и именно через него нам придется спуститься поверху а в этом рюкзаке не что иное как пара щит находится так вроде бы правильно самое интересное что здесь очень просто найти нужный путь достаточно всего лишь держать курок на геймпаде и он он я имею ввиду персонаж делает все необходимые движения все необходимые действия для того чтобы передвигаться перемещаться и найти нужный путь нет ну точнее нужный путь ищу я сам но очевидно что если вы видите какое-то препятствие из-за которое можно уцепиться значит вам туда так здесь нужно наверное разогнаться и как-то в режиме скольжения попробовать проскочить под этими рольставнями давайте попробуем так вот бумс отлично не пошел бы ты сказал бы тебе куда но к сожалению цензура мне не позволяет сказать куда именно так здесь нужно да забраться на башенный кран оттуда уже будет виднее куда идти дальше ну давай давай дезмот собака залазь и теперь на стрелу полезли так да 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 отлично а на какое здание нам нужно на какое здание попасть так вот там что-то красным мигает точно туда может быть мы еще не добрались до самого верха и пока что не видим это здание ну ладно пока что не замечаю что но каким-то образом особо обозначено здесь но мое внимание привлекает только те на которых мигают вот эти огни так ладно погнали дальше опасненько да но не для дезмонда уж он то знает толк паркуре вау вообще без остановки нон-стопом с вами пробегаем еще ряду сложных препятствий так здесь наверх чё по проводов что ли можно мнение по проводам просто за них и нельзя схватиться так на самый верх здорово вообще на такой высоте его могло бы запросто сдуть порывом ветра так охраны здесь не встречу и это просто замечательно соответственно пользуемся моментом а тут тоже ничего а вот через трубу нам надо с вами проскочить так переходим другую часть этого строящегося этажа сюда наверх но очевидно все друзья ничего сложного нет но вот на балку нужно было запрыгивать именно наверх тут мы просто сейчас время на этом потягивание потеряли так сюда пожалуй отлично так дальше дальше куда дальше вот это вопрос конечно хорош ну-ка дайте-ка сюда попробую о да о да все правильно отличненько назад нам не позволят пройти идем здесь да вот таким образом кстати строят современные небоскребы значит в центре заливают бетонное так называемое ядро и дальше ну например самый подходящий пример это шанхайская башня шанхае строит по такому же принципу значит заливают бетоном крепчайшие просто марки самой высокой марки бетон а уже по бокам с помощью более легких металлических конструкций сооружает вот такие этажи потом просто здесь видите гофрированное железо настилают пол и потом здесь также заливают бетоном вот такие вот у нас уже в современном мире технологии строительства и кстати так быстрее получается нежели каждый этаж делать бетонным ядро то быстрее строить не ждать пока на всем этаже высохнет засохнет застынет затвердеет этот бетонный состав так как здесь да очень просто нужно цепляться до за эту балку текс отлично ну а кстати самое высокое в мире здание это бурж дубай сейчас помог как-то по-другому называется эта высотка там как раз таки строили именно по технологии когда каждый этаж заливался наверное как раз строился с помощью опалки то есть заливали конкретно каждый этаж так вот как раз это бетонный насос с рукавом так дальше но снова нам потребуется забраться на этот башенный кран да как видите вот этот кран он прям здесь располагается на верхнем строящемся этаже кстати на ядре грубо говоря и по бокам вот это вот поднимающаяся опалубка то есть просто потом перемещается она выше и получается очень удобно ну сокращать строки строительства как минимум так откуда я это все знаю просто слежу так и отлично мы с вами ну хотя я не опытный строитель не подумайте просто на уровне любителя но может быть это даже где-то своих высказываниях сейчас допустил какие-нибудь ошибки не претендую на роль главного строителя в мире так раньше или позже ну что давайте прыгаем бумс а куда в сторону тут похоже нужно управлять да так он унесет черти куда приземляемся ориентировочно на эту вертолетную площадку так аккуратно аккуратно почти добрались и яс мы с вами должны приземлиться в целости и но не так уж плохо ты наверно это не совсем то что я ждал у вас там с кадрами не актив полагаю ты кто отца спроси да нет не дам слушай мне запретили тебя убивать а вот насчет морды босс ничего не говорил так что я считаю да что за хмырит от дэниел кросс не поверишь но он когда-то был ассасином причем говорят не просто ассасином оказался тайным агентом абстерга должен был втереться в доверие и развалить нас изнутри как он ну что то там нас могли поймать видимо засекли меня в своей сети и послали кросса выяснить что нам надо найди они наше укрытие мы бы уже знали вот правда в дальнейшем нам придется сложно я поставила сверху пару камер если кто-то явится мы увидим ну что теперь найди куда засунуть эту батарейку или можем вернуться конору если хочешь все сокровища мира бесполезны если нет ключа будем искать лучше куда засунуть эту батарейку и еще прочтем с вами эти сообщения которыми мой терминал просто бомбардирует вот похоже самое наверное подходящее место нет здесь да нажать любую клавишу нажимаем сын сын я дядя уйди пожалуйста так не слушайте помните генераторы какие-то по-моему здесь что-то нечто подобное было подходящее для куска вот этого я не знаю что это такое материала попробуем сюда вставить надеюсь на спасение мы искали гнева солнца чтобы поглотить его построить четыре башни собрать энергию здесь а затем развеять при всех наших знаниях всех средствах время было против нас этот труд было не закончить и в тысячи лет первые башни в танке не закончили проект закрыл мы занялись другим но пока мы шли дальше некоторые вернулись если автоматизировать процесс где плотки сильно справится металл и 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 то есть на закусочку мы с вами получим очень надеюсь во всяком случае что на завершающий ролик и будем с нетерпением его ждать так теперь мы с вами посмотрим что у нас тут с письмами должны были много чего интересного прислать так смотрим те которые у нас отмечены восклицательными знаками так что это за последовательность цифр в двоичной системе какое-то соединение работает работает мне не стоит удивляться электрические импульсы двигаются от одного пути к другому вы зовете их сетями наше слово для них ближе к понятию дорога но все же сложно проецировать мысль от одного посредника к другому и все же это работает и работает работает какое-то послание ладно шонгасингс пишет я раскопал кое-что по клинкам хейтема до сих пор не уверен на сто процентов откуда они поначалу я думал что он начинал как ассасин полагаю его отец был одним из них но кстати интересный интересный момент то что отец вот этого тамплиера грандмастера был ассасином но получается что он стал тамплиером довольно рано может он взял их у кого-то такое случалось раньше они весьма полезны я удивлял что тамплиеры не нашли им применения довольно легко создать такие если знаешь что делаешь снова вот эта последовательность я нашел способ лучше контролировать импульсы формулировать мысли передавать ее добавлять структурированности ощущений порядка вы боитесь порядки такие как вы мягкая рука направляющая стадо это доброта не жестокость интересно поймете ли вы когда-нибудь ваши враги понимают по-своему но у вас с ними общее наследие их концепция искажена они недостойны вы все доказали что недостойны наших даров это кто-то с нами общается видимо кто-то кто находится здесь в виде например проекции с помощью таких последовательных и которые 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 они переводят кто-то мы сидим тут и работаем на тем о чем практически ничего не знаем но это наш единственный шанс так что ничего не попишешь так форвард форвард нам письмецо останет него жесть лол кому-то я не нравлюсь не стоит лезть в дела которые тебя не касаются это вот как раз вот этот видимо дух видите письмо 14 ноября в час 20 а в час 21 шон с юморком так ответил этому некто так шон гастингс далее пишет все эти визиты юноны и письма тоже явно заставили меня задуматься что стало с Тинией и Минервой это они пригласили нас на нашу вечеринку апокалипсис и теперь их и след простыл слегка неудобно и стоит заметить невежливо я попробую поискать их попозже может найду подсказки что с ними случилось здорово наконец-то мы с вами закончили это чтение ну весьма занятное кстати говоря и возвращаемся к конору спасибо время ныне тяжелое и без того непрочный союз короны и подданных трещит по швам а за сценой тамплиеры они по прежнему дергают за нитки они настойчиво ищут власти и контроля но как это будет здесь кто им помогает какие заговоры они плетут сейчас я должен все узнать лишь зная врага я могу его остановить конор есть минутка конечно взгляни-ка что это шэн бау он же дротик на веревке его чертеж в числе прочих дала нам шао юн прости придется поучиться ганадоган да друг мой почему ты пришел что то с деревней да в чем дело что случилось пришли люди велели уходить сказали земля продана с согласие конфедерации нашего посланника не стали слушать но так нельзя мы не можем идти против вождя но ты тоже прав мы не можем бросить наш дом назови имя ты знаешь кто за этим стоит его зовут вильям джонсон где он сейчас где-то в бостоне готовят бумаги к сделке сделка это грабеж украина будь осторожен эти люди опасны а что мне делать я дал слово своим людям не если ты уверен что прав поищи в бостоне сэма адамса он сумеет помочь что ты творишь когда мои люди идут на войну они вонзают топор в столб в знак ее начала когда угроза минует топор достают мог бы в дерево подкнуть дорогие друзья увлекательное и захватывающее продолжение ожидает вас в следующих частях на этом мы пожалуй эту серию закончим не забывайте пожалуйста про лайки и оставляйте комментарии скоро увидимся спасибо